Что же, привет народ и мы продолжаем. Я поэкономлю очки для того, чтобы опыт качать. Мы на краю мира с вами. Ну, на краю римского мира, так что вперёд, ребят, маршируем. Мы спасём Комода. Они делают чучело только для самых ценных жем. Он должен быть близко. Мы начинаем атаку под покровом ночи. Не нравится мне это. Что это? Дикие земли. Слышишь? Ничего. Надо быть внимательным. Да это просто олень. Олень. Что-то следит за нами. Откуда? Если они хотят драки, почему бы им не показаться? Потому что это тупо. Тише. Почему ты так испуган? Мы же римляне. Мы 14-й. Который тут же и сдохнет, наверное. Впереди движение. Он сбежал в туман. Да, это я тоже видел. Какой-то зверь. Какой-то зверь на двух ногах. Тихо, парни. Если бы эти твари могли, они бы уже напали. Нет. Они достаточно разумны, чтобы бояться литра. Бегом, парни. Мне нравится просто, как он видит мечом. Все, бегом. Стоять. Я слышал лично, сколько, так сказать, был в разных... Не то, чтобы я был прям по всей России, но я думаю, и актеров озвучания не ищут во всей России. У нас просто нет нужных голосов. Нету. И это не потому, что у нас, не знаю, плохие актеры озвучки. Нет, не поэтому, а потому что просто нет таких голосов у нас, в принципе. У итальянцев, кстати, специфические голоса, которых я... Или из испанцев, фильмов, специфические голоса, которых я в России, ни в Англии, ни в России не слышал, например. Потому что не только, скажем так, наша проблема. Это вообще просто зависит от страны. То есть страна в разных странах, а разные, так сказать, темпы, разные жесткости голоса, в зависимости от этих разных темпов. Этому нельзя научить, мне кажется. Это просто профессиональная особенность. Хотя нет, это можно учить, но, в принципе, это национальная особенность. Я перед этим этих тварей даже блокировать нельзя. Кстати, эти маски рогатые, эти, блядь, заставят их, выглядят довольно-таки сильные. Не, ну, умирают они, конечно, так же, как и все остальные враги. Это вождь. Или не вождь, а как-то, не командующий. Что-то в голове просто взял, залупил по шлепу. Ну, а ты остался-то без вооружения. Вот уж мне достанется. Поднимись, Рима. Ты нужен империи. Поднимись. Рим. Рим. Не, да, вот всё моё снаряжение. Не, да, вот всё моё снаряжение, да, вот всё моё снаряжение. Так что тут можно бегать, головушек тут хоть отбавляй. Нет, очков у нас ещё маловато. Знаете, а глупок из ванных гостей бы очень помогло. О, вот этот парень силён. Тут как-то, к сожалению, не получится костёр взорвать. Чё ты упустил я казнь? Хочу её посчитать. Готов. Огонь, да, определённо сюда. Знаете, прям как японцы влезут тут под земли. Там сразу ты их жизнью не займёшь. Что тут? В земле эти люки пока они их не откроют. Смотрите, я хотел побывать в Японии, модельно посмотреть. Хотя они без знаний японского будут там тяжеловато. Так как я, как мне рассказывали, английский они не очень знают. Конечно, кто-то знает, но далеко не все. Особенно, если ты поедешь в какую-то деревню, всё, без японского ты пропал. Ну, конечно, туристы как-то есть, но всё равно, знаете, я же не хочу просто по Токио там ходить, ещё по Осаке какой-нибудь, по Киото. Я хочу, может, несколько мелких городов съездить. Просто посмотреть, чем живёт обычный японец, скажем так. Сейчас живёт обычный среднестатистический любитель PlayStation. А ну да, он живёт мечтами Отеана. Тут всё понятно. Нет, если бы шуток, я бы хотел побывать. Знаете, мне нравятся даже не только аниме, а японские драмы, они тоже очень хорошие. Вот есть, я смотрел несколько очень довольно хороших драм. Я не помню название, сейчас я пересмотрел их, но название, к сожалению, совершенно не помню. Есть очень хорошие японские драмы, очень качественные, которые я посоветовал бы посмотреть. Тут реально, вот знаете, они реально меня расстроили. То есть вот реально ты смотришь и они тебя трогают. Да жалятся над нами боги. Вот наши драмы, русские, вообще меня не впечатляют нисколько. Я считаю их дико тупыми. У нас драмы дико тупые. Европейские, но чуть-чуть лучше. Бывает что-то, конечно, есть оригинальное, что-то хорошее. А так, тупизна это тупизна. Мне лично нет. Мне эти драмы кажется просто настолько надуманными. И персонажи в драмах, и наших, и иностранных, кажутся мне настолько тупыми. Просто настолько, знаете, имбецилами, которые... Да, вы могли сказать мне нравится слово имбецилами. Эм... Настолько, знаете, простыми. И просто, не знаю, я бы так не помелся, я бы так не поступил. Просто вот я смотрю и думаю... Знаете, ведь ты должен как бы, не знаю, сопереживать персажу, понимать. Я не понимаю этих персажей, которых вижу в драмах, вот в наших. И... Я вижу, наверное, я их понимаю. Понимаю, что они тупы. Что у них, не знаю, нет мозгов. Что они действуют очень тупо. Что... Я просто, знаете, как... Знаете, это такая стандартная сцена. Типа, я могу тебе все объяснить. Все было не так, как ты думаешь. И... И... Там, не знаю, кто-то уходит из влюбленных, и... А потом они ссорятся. Просто, знаете, я просто платил за руку и сказал. Вот я сейчас все гнидой объясню, и ты меня выслушаешь. Ну, ладно, я бы, конечно, не сказал все так грубо, но я просто, знаете, схватил бы за руку и сказал бы, я тебе... Я тебе все объясню. Просто, вот, объясню все, как было на самом деле. Ты никуда не уйдешь. И... И... Не знаю, ты никуда не уйдешь, пока я тебе все не объясню, как есть. И я тебя вообще не отпущу. И у наших драмах нет. У наших драмах это и у европейской этой. Три дня типа. Нет, не уходи. Я могу все объяснить. Так объясняй, я не... Не стой, как истуканы, пытайся заставить просто не уйти какими-то возгласами. Вперед! Есть! Просто, знаете, реально смотришь бывать драмы и думаешь, что что за идиоты. Ну, блин, ну я бы себя так не побел. Ну, блин, ну ты что? Реально, ты видишь людей, которые смотрят эти драмы и говорят, да, да, я их понимаю. Я думаю, блин, ну... Насколько нужно быть отсталым, чтобы так себя нести. Даже в состоянии, не знаю, аффекта, даже... В любом состоянии. Улучшай копьё. И два, и три. Да, я хочу бонусное хп. Что-то не успел. Я думал, нормально, я думал, что они уже сможут сделать двойное, двойное убийство. Войнаю кайзин. Немного п 1975. Добрый день! Прğimiz. Ты сможешьieten! Ну я? Да, ребят, давайте, помогайте мне, содействуйте. Надо тоже посодействовать. Да, нужно защитить позиции. Где же вы, голубчики? Извиняюсь, ребята. Нос никак не отпустят. Ну, это нормально, но всегда долг. Долг такая штука, которая долго держится. Это вполне себе нормально. Представьте себе звуки, вот что это, там, это боевой криш какой-то. Ну, и где? Я как бы готов. А что-то вообще будет происходить, или так и будете дуть? А, вот, нужно организовать. Я что-то, я не знаю, что-то я запамятовал. Так, это что дает лучики? Прикрывайте справа. Перед римской линией, а слева Рамзун прямовис на хребет над римской линией. Давайте! Черепаку! Да, давайте черепаку. Ручники, на позиции! Там нужна поддержка! Я за скорпионом! Заполните! Быстро, ребята, отстреливаем тварей! Готовься к следующей волне! Эта волна еще не кончилась. Господин, они отступают! Блин, сколько-то полегло. Один наш проделег. Насколько-то туда один. Остальные просто исчезают. Вперед! Классный мир устроен, да? Стрелу мы готовы! Это спокойный тенет, давайте бегу. Пока никого не убиваем, смысла нет. Что, далеко? Пока-то теперь нормально как раз. Вот попали. Ну ладно. Ничего страшного. Нет, нет, ну ладно. Всех убили. А что, прикольно, как идешь отрядом? Пилумы! Готовь, бросай, круть! Пилумы! Бросай! Щиты, солдаты! Пилумы! Готовь! Пилумы! Бросай! Поднять щиты! Так, вроде нормально. Я просто думал, мол, мол, он выстрелит. Существует. Все, дошли. Разомкнуть строй, вперед! Солдаты! Занятие векла. Остальные. Право и ждать сигналы. Есть, господин! Обыщите болото. Наши братья надеются на нас. За мной! Я собрал оставшиеся ветчину, и ну, сыр у меня еще много. Решил скрафтить все бутерброды. Надо, я еще за покупками хочу пойти. После, скажем так, прохождения. Решил скрафтить все бутерброды. Блять его, он зажет наших парней! Эй, алло! Куда ты? Я там. Готов! Да, нам нужно нашу армию увеличить. Режим нашу аорту. Аорту. Убираем копья, ребятки, нам они пригодятся. Да, тут болото. Шотландия, что вы хотите. Я, кстати, в Эбердин всегда хотел съездить. Потому что говорят, там недорого и красиво. Хотя в Англии нет места, в котором недорого, но все равно. Посмотреть хочется. Именно Эбердин – это самый северный крупный город, насколько я знаю. Есть еще северные города Англии, но... Это самый крупный северный город, насколько я знаю. Хотя могу ошибаться, ребят. Поправьте, если я не прав. Ну, Эбердин, ну, и так довольно, знаете, северное место. И там и дождливые, и снежливые, и как хотите. Может съезжу туда. Ну, туда ехать далеко, кстати, ну... Может, это, конечно, не в Хабаровск ехать из Москвы, но все равно. Это довольно-таки далекое место. Как-то у меня тут всеми удары, казни или рекрут, или легенда. Не, понимаю, от чего это зависит. Это жалко, как-то неправильно ты рекрут. Но я помню, раньше у меня часто был и солдат, и центурион из бокса. Тут как-то или идеально, или плохо получается. Давайте здоровье немножко почнем. А, кстати, да, у нас еще очки появились, так. Так, бой, о, мы уже дальше можем качаться. Вместимость оружия, улучшение... Так, Мария, он что, после восьми идеальных ударов. Так, бой полностью прокачан, повышение. Да, дороговато будет. Так, ребята, я не могу качать. Я не могу качать. Я не могу. Я не могу, но я могу. Я не могу. Почему? Как я увернулся, прямо под ударом, просим себя. Не успел, ну вернее он не успел, я не успел. Тишков тут нет, но кто-то просил расчленевку, она тут не есть. Сейчас остановлю, подожди, надо этот парню тут руки отрыгнуть и глаз проткнуть. Спасибо, мне уже об этом докладывали. Пойдем спасать вашего, нашего металлиона, не только я, он еще и мой командир. Я же всего же сентурион, ну не всего, я же тоже, так сказать, большая штука была. Но все равно, он повыше меня. Будет парангл. Посмотрите на размер этой штуковины. Да, черт возьми. А на размер этой штуковины мы посмотрим в следующей серии, ребята. Спасибо за просмотр. И до следующей серии, где мы освободим Виталион, и там будет бой с боссом, насколько я помню. Так что ждите, ребятки, не пожалеете. Леонид Редактор субтитров А.Семкин. Продолжение следует...